Привет, друзья! Это рубрика «5 плюс», где мы изучаем Библию, не отходя от экрана. Итак, мы с вами уже поговорили о Дне Пятидесятницы, о том, что в этот день Господь послал ученикам и всей христианской церкви Святого Духа. Святой Дух – Господь, Который помогает нам, Который утешает нас, Который находится с нами всегда. И у Святого Духа есть плоды. Галатам 5 глава говорит, что если у человека, у христианина, есть в сердце Дух Святой, Которого Иисус послал, когда вознесся на небеса, то этот человек ведёт себя совсем по-другому, не так, как неверующие люди, у которых в сердце нет Бога. Верующий человек имеет в себе плоды Святого Духа. Ну вот, например, яблоня приносит яблоки, груша приносит груши, а христианин тоже приносит хорошие плоды, которые окружающие люди могут видеть в его поведении, в его отношении. Давайте посмотрим, что же это такое. Итак, плоды Святого Духа. В послании к Галатам 5 главе апостол Павел писал, что, следуя примеру Иисуса, и живя так, как просил Иисус, мы наполняемся Святым Духом, и это помогает нам делать правильный выбор. Есть 9 плодов Святого Духа. Это Любовь, Радость, Мир, Долготерпение, Великодушие, Доброта, Верность, Кротость и Умение Владеть Собой. Итак, Любовь. Проявляя Любовь, Сострадание и Понимание к Другим, мы показываем Любовь Бога. И здесь на слайдах вы можете читать стихи из нового русского перевода, которые говорят об этом плоде Святого Духа. Я не буду всё озвучивать, вы можете прочитать сами. Итак, проявлять Любовь и Сострадание к Другим. Подумай, когда ты проявлял понимание и сострадание к другим людям. Может быть, кто-то нуждался в помощи, может быть, кто-то спрашивал у тебя совета и нуждался в твоей поддержке. Подумай. Ты можешь поставить это видео на паузу и обсудить со своими родителями. Следующий плод Святого Духа – радость. Если мы попытаемся сделать жизнь других более радостной и счастливой, мы этим самым покажем плод Святого Духа. А теперь подумай, когда ты радовал других, делал что-то, что приносило бы кому-то радость. Может быть, что-то подарил, может быть, что-то сказал хорошее. Дальше – мир. Когда мы ищем мира там, где есть конфликты или разногласия, то мы показываем Святого Духа. Подумай. Когда ты попытался сохранить мир, то есть была возможность поссориться, но ты не пошел на ссору, ты помирился, ты как-то сгладил конфликт. В общем, все закончилось хорошо. Следующий плод – долготерпение. То есть не просто терпение, а долготерпение. Мы позволяем Святому Духу действовать в нашей жизни, если мы терпеливы по отношению к другим людям. Не просто терпеливы, а иногда долготерпеливы. Подумай и ты, когда ты был терпеливым, умел ждать, хотя это было довольно сложно, но ты справился. Великодушие. Проявляя доброе отношение к другим, мы показываем любовь Бога. То есть ты проявляешь доброту. Вспомни, когда ты проявлял мягкость и доброту к другому человеку. Мягкое отношение, великодушное, такое благородное, можно даже сказать, отношение, заботливое. Следующий плод Святого Духа – доброта. Ставя нужды других выше своих собственных, мы позволяем Духу Святому действовать в нашей жизни. Подумай, когда ты считался с нуждами других людей, не требовал то, что ты хочешь, к чему ты привык, а ты учел, что у других людей есть другие потребности, может быть, кто-то не хочет делать то, что ты, и ты уступил. Дальше – верность. Святой Дух действует в нашей жизни, когда нам можно доверять, и когда мы доверяем другим. Вот это очень-очень важно, быть хорошим другом, верным другом. Попробуй вспомнить, что ты сделал, что помогло кому-то тебе довериться. То есть кто-то увидел в тебе человека, которому можно сказать какой-то секрет или поделиться проблемой, и он понял, что ты не будешь смеяться. А также вспомни, что кто-то для тебя сделал, чтобы ты смог ему довериться. Кто твой друг? Кому ты можешь рассказать всё-всё-всё? Следующий плод Святого Духа – кротость. Проявляя мягкость и понимание к другим, мы показываем любовь Бога. Мягкость, понимание, спокойное отношение, дружелюбное отношение. Вспомни, когда ты проявлял мягкость к другому человеку или к животному. И последнее – умение владеть собой. Когда мы контролируем свои эмоции, то проявляем этим Духа Святого в своей жизни. Контролировать свой гнев, контролировать эмоции. Когда ты злишься, но не начинаешь всё кидать, бросать, кусать и бить, но сдерживаешься. Вспомни, когда ты контролировал свои эмоции и держал себя в руках. Итак, мы рассмотрели девять плодов Святого Духа. Скажите, правда ведь хорошо иметь друга, у которого есть все девять плодов Святого Духа? С таким человеком приятно общаться, с ним можно поделиться секретом, ему хочется сделать какой-то подарок. И для того, чтобы закрепить этот урок, в рубрике «Всей семьёй» будут некоторые практические занятия. Я желаю вам Божьих благословений и хорошего настроения. Пока!